Добрый день, дорогие друзья! У нас в Сарове чуть более 9 тысяч горожан заняты в сфере малого и среднего предпринимательства. А это, на минуточку, 20% экономически активного населения. И вот, чтобы поговорить о состоянии, о проблемах и перспективах этой армии наших избирателей, мы пригласили в студию Виталия Витальевича Зюкина, который является общественным помощником Павла Михайловича Солодкого, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. Итак, добрый день, Виталий Витальевич! Добрый день, Иван Иванович! Вопрос номер один. Какие первоочередные задачи необходимо решить, чтобы малый и средний бизнес в Сарове имел эти самые перспективы? В чем особенности бизнеса в Сарове? Особенности бизнеса в Сарове, Иван Иванович, они определяются, на мой взгляд, законом АЗАТО. Закон АЗАТО, принятый в начале 90-х годов, если мне не изменяет память, в 92-м году, он был на тот момент очень важен и очень нужен. И он позволил сохранить город в том виде, в котором мы его сегодня имеем. И самое главное, это градообразующие предприятия, выполняющие важнейшие задачи по обеспечению обороноспособности страны, сохранить в рабочем состоянии действующими. Но на тот момент, когда писался закон, при всем моем глубоком уважении к его авторам, не существовало такого понятия, как класс предпринимателей, бизнесменов. Слово совсем, их не было. Предприниматели в то время считались жуликами, ворами, кем угодно, только не людьми созидающими. – Вот я здесь не могу не сказать. Вот для меня, отцы-основатели бизнеса в Сарове, начинаются на букву «К». Корюк, Коробко, Капустин, Кощеев и Консар. Все-таки они были. Были. – Нет, они были, безусловно. Это были те единицы людей, которые видят будущее, могут посмотреть в будущее. И они были озадачены вообще развитием бизнеса, как своего, так и в общем целом на территории Сарово. Но основная масса предпринимателей, она расценивалась обществом, как… – Ну, да, конечно. – Ну, да, простите меня, как бы, зрители, жулики, воры… – Общее название, копиранстры. – Спекулянты, как угодно, но только не бизнесмены. И поэтому в законе АЗАТО на тот момент совершенно нет никаких упоминаний о правах этого класса населения. И на сегодняшний день закон АЗАТО немножко не соответствует реалиям. – Времена изменились. – Да, времена изменились. – То есть и предприниматели, тот класс родившихся предпринимателей, и работающий на территории АЗАТО, он сталкивается с очень серьезными проблемами. Эти проблемы мы многократно обсуждали. Я не думаю, что сейчас место вновь перечислять их. То есть всем они известны, начиная от режима, который действует в границах города, и кончая там другими пунктами, ограничениями, о которых говорит закон АЗАТО. – Назовем это особыми условиями. – Особыми условиями, безусловно. То есть находясь в этих особых условиях, Иван Иванович, предприниматели, работающие в городе, оказываются, извините за каламбур, в неравных условиях по сравнению с остальным предпринимательским сообществом, действующим вне пределов этого города. И сегодня мы настоятельно говорим, я непосредственно как помощнику полномочного и активные предприниматели, работающие в городе, мы говорим о том, что для предпринимателей в Сарове должны быть введены преференции, необходимы льготы, стимуляции «я» к деятельности. Данный вопрос не так давно был озвучен мной на ежегодной встрече с губернатором «Разговор о бизнесе». Губернатор Глеб Сергеевич Никитин с большим вниманием отнесся к этому вопросу, было дано поручение его аппарату, и сегодня этот вопрос находится в проработке. Речь идет о первом шаге, о снижении налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения практически в два раза, до 3,7,5% в зависимости от системы учета. Я еще раз перебью. Губернатор все-таки согласился, что Саровский бизнес находится в некой экономической дискриминации. Он это услышал. Губернатор не говорил об этом прямо, но то, что он дал поручение своим замам в этом вопросе разобраться и найти путь решения этой задачи, говорит о том, что он прекрасно понимает ту ситуацию, которая происходит в бизнесе на территории Сарова. Еще позволь себе вопрос, конкретно эти льготы, эти преференции. Одну преференцию Виталий Витальевич уже назвал, это снижение налоговой примени по упрощенной системе налогообложения. Какие еще преференции? Сегодня пока об остальных речи нет, но, как говорится, интеграл надо брать частями или, говоря языком поговорок, слона надо есть по кусочкам. Если мы сегодня начнем говорить о полном наборе и пакете льгот и преференции для предпринимателей в ЗАТО, ну, есть вероятность того, что нас не поймут сразу. Поскольку ситуация в стране не из легких, мы видим то, что происходит сейчас в плане изменений систем налогообложения. Здесь надо очень внимательно ко всем этим вопросам относиться, для того, чтобы не навредить. Вот с точки зрения дипломатии, наверное, вы правы, интеграл по частям. Ну, давайте для наших телезрителей назовем, какие существуют еще проблемы. Вот год назад на одном из комитетов Городской думы мы заслушивали предпринимателей, сообщества, которые приходили с грамотным юристом и которые столкнулись с ничем не оправданным повышением налога на имущество во много-много раз. Существует такая проблема? Проблема эта, безусловно, существует, и она имеет отношение не только к Сарову. Она, эта проблема, существует практически для всех предпринимателей, работающих как на территории области, так и вообще в стране. Связана она с тем, что на сегодняшний день не существует четкой, понятной и прозрачной методики расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости. Что, говоря простым языком, государственное бюджетное учреждение, ГБУ, они к расчету кадастровой стоимости подходят на основании своего личного какого-то восприятия. Один из простых примеров, то мероприятие, о котором вы говорите, Иван Иванович, проходившее на территории администрации, в зале городской администрации, и на нем присутствовали представители областного правительства, аппараты губернатора, депутаты ЗАГС собрания. Тогда был очень серьезный разговор. И вопрос был задан руководителям ГБУ Нижегородской области о том, как рассчитывается именно кадастровая стоимость. Было названо несколько параметров, среди которых прозвучало. Мы смотрим, в какой цене выставлен объект на Авито, и на основании этого делаем умозаключение и применяем какие-то там коэффициенты. Что такое на Авито? Вот для меня это совершенно непонятно. Авито там можно выставить, но это не значит, что ты его продал, то, что ты его купил. Ты можешь назначить 100 миллионов, миллиард за этот объект, но это не значит, что он это стоит, этот объект, такую цену. И на основании заявленной цены на продажу делать выводы о стоимости недвижимости и расчета кадастровой стоимости – это категорически неправильно. Пусть не обижаются на меня представители ГБУ, но это равнозначно взять цифры с потолка. Но я говорю вот так вот, палец вверх подняли, посмотрели, с какой стороны ветер дует. А вот проскочит. Да, я прекрасно понимаю этих руководителей, они выполняют свою работу. Им поставлена задача по сбору налогов. И они ее добросовестно выполняют. Поэтому к ним, как к физическим лицам, как к людям, к ним нет претензий. Как к чиновникам. Как к чиновникам нет претензий. Они добросовестно делают свое дело. Вопрос стоит о том, что нету на сегодняшний день четкой, понятной, прозрачной методики расчета. И об этом сегодня идет речь. И уважаемый Павел Михайлович Солодкий, омбудсмен по защите прав предпринимателей Нижегородской области, он сегодня этот вопрос тоже уже озвучивает. Не на одном мероприятии идет речь о приведении данного вопроса в порядок. Это одна сторона этой медали. А другая сторона, то, что на территории ЗАТО, на продажу недвижимости, есть определенные ограничения. То есть, если я имею, допустим, как предприниматель собственности объект недвижимости, я захотел его продать, я не могу его, по своему разумению, взять и кому-то продать. Я обязательно должен этот вопрос согласовать. Начиная с администрации и кончая руководством Росатома. Ну что это? Это обременение. Я понимаю, с чем оно связано, это обременение. Прекрасно понимая. И принимая это, и люди тоже это понимают и принимают. Это связано с обеспечением безопасности. Особенно в текущем периоде, в текущем состоянии, в котором мы находимся. Это очень важно. То же самое. Но, это все-таки обременение, Иван Иванович. Конечно. А раз объект обременен, значит, должны применяться понижающие коэффициенты. Мало того, что он должен быть правильно оценен с учетом рыночной ситуации объекта закрытого, на котором он находится. Но еще должны включаться понижающие коэффициенты. По моему мнению. Я прав или не прав? Вот такие же ограничения, такие же обременения, справедливые по отношению к арендованным земельным участкам, к тем участкам земли, которые находятся в собственности, здесь также существует ограничение. Здесь вообще ситуация очень не то, что интересная, она очень простая. Законам зато ограничен оборот на территории закрытого административно-территорийного образования. То есть, от слова совсем. То есть, земля на территории ЗАТО не подлежит покупке и продаже. То, что в результате прошедшего периода какая-то часть земля оказалась у кого-то в собственности, это не говорит о том, что... Лед тронулся. Да, нет, да. Это ненормально, потому что закон говорит четко. Земля ограничена в обороте. Но я не хочу сегодня обсуждать то, что продано или не продано. Я говорю о текущей ситуации и дальнейшем развитии событий. Значит, поскольку на основании стоимости, кадастровой стоимости земли точно так же ведется расчет по размеру арендной платы. То есть, кадастровая стоимость, она является основанием для расчета арендной платы за землю, которую арендатор, в том числе и предприниматель, ну, в первую очередь предприниматели, платят за нахождение своих объектов на этой земле. А вот теперь подождите, Иван Иванович, очень интересный момент получается. То есть, земля в обороте ограничена. То есть, ее нельзя не купить и нельзя продать. То есть, она находится вне рынка. Какова стоимость земли, находящейся вне рынка? Ее нельзя купить. Если мы ее оцениваем условно в 10 миллионов, эту землю, значит, я должен иметь право условно, предприниматель должен иметь право, вот я, наверное, неправильно, не я, а предприниматель, работающий на территории ЗАТО, должен иметь право ее купить. Но поскольку закон говорит о том, что ее купить и продать нельзя, значит, у нее нет вообще никакой стоимости. Ее стоимость ноль. А дальше мы вставляем этот ноль в формулу, и все, помноженное на ноль, в конечном итоге превращается в ноль. Соответственно, арендная плата земли на территории ЗАТО должна быть, если не ноль, то она должна быть условной, максимально сниженной. Ввиду того, что у предпринимателя нет гарантий. О чем мы говорим? Мы говорим о гарантиях развития бизнеса, о гарантиях инвестиций, в первую очередь. Любой предприниматель, развивая свой бизнес, он инвестирует в него либо собственные, либо заемные деньги. И эти деньги должны быть гарантированы, то, что они к нему вернутся. Мы не говорим о развитии бизнеса. Бизнес, конечно, может прогореть. Мы говорим о том, что если деньги проинвестированы, построен объект, есть земля, то эти деньги должны вернуться. По крайней мере, предприниматель на это рассчитывает. – Чем мне нравится ход нашего разговора, и дорогие телезрители тоже, наверное, на это уже обратили внимание, мы никого не критикуем в существующих проблемах. Мы обсуждаем пути решения этих самых проблем. И вот в этом, я считаю, главная изюминка нашего разговора. Может быть, я перебил неудачно, если что еще есть сказать по этой теме, иначе у меня еще будут вопросы. – Да нет, Иван Иванович, все правильно говорите. Критика в данном случае, она деконструктивна. На мой взгляд, для того, чтобы бизнес в Сарове развивался, это был самый основной, первый вопрос, который вы задали. Что необходимо для того, чтобы развивался бизнес? Нужна консолидация. Нужно четкое понимание всех структур власти, городообразующего предприятия, предпринимательского сообщества, и в том числе областного правительства, должно быть понимание и четко поставленные задачи. Что необходимо делать? Делать в каком направлении? Никто не отменял. Национальный проект в его. – Я знаю, что у вас контакты есть с торгово-промышленной палатой. – Они не то, что есть, они с 2013 года очень тесные и плотные, поскольку в 2013 году, уже больше 10 лет назад, мы вступили в торгово-промышленную палату, стали ее членами, и все эти 10 с лишним лет мы активно взаимодействуем, мы работаем как с областной, так и с федеральной торгово-промышленной палатой. – Даже с федеральной? – И с федеральной, конечно. – Какие там вопросы существуют? Вот совсем недавно прошла информация в социальных сетях, что проводился, по-моему, конкурс или форум, могу ошибаться, связанный с развитием семейного бизнеса. Было такое совсем недавно? – Да, конечно, было. И инициатором именно этой программы является Федеральная торгово-промышленная палата в лице ее президента Катырина и его первого вице-премьера Дыбовой Елены Николаевны. Именно торгово-промышленная палата поставила этот вопрос на острие, поскольку, как я уже сказал, нацпроект в плане развития малого и среднего предпринимательства, его никто не отменял, эта задача, она стоит. Она просто сдвигается во время, не в результате сегодняшней ситуации, но она стоит, она является ключевой. И основные показатели и задачи по этой программе, в лучшем случае, это 60% ВВП стране должно давать малое и среднее предпринимательство, но краткосрочная задача – это 25-30%. Торгово-промышленная палата поставила этот вопрос перед правительством Российской Федерации, и Катерин, президент, озвучил ее перед Владимиром Владимировичем Путиным. Но тут Владимир Владимирович поддержал этот проект, и сегодня уже существует ряд региональных законов в качестве пилотных, и первым по принятию этого закона является Нижегородская область. В Нижегородской области был первым принят закон о семейном бизнесе. Еще ряд регионов уже приняли этот закон, это Башка-Тастан и другие, и успешно реализуют эти пилоты. Как итог, мы ждем от этого федеральный закон о поддержке и развитии семейного предпринимательства. Ну, почему? Поскольку, по сути, малое предпринимательство – это тот вид бизнеса, где люди аккумулируют свои семейные потенциалы. Родители начинают бизнес, дети его продолжают. Если семья полноценная и успешная, соответственно, в ней много детей, и далее внуков. То есть мы говорим о перспективе. Мы говорим не о сегодняшнем. Это ложится на другую национальную программу. Да, да, да. И таким образом создается устойчивая система ведения бизнеса как часть экономики нашей страны. У меня теперь еще один вопрос, немножко из другой области. Виталий Витальевич, я знаю, что ты наряду с другими уважаемыми структурами оказываешь помощь военным, которая связана с обеспечением безопасности наших бойцов в зоне СВО. Вот кратко скажи об этом благотворительном фонде то, что можно сказать в эфире. Я воспитывался в советское время. Я служил в советской армии. И на плакатах агитационных мы всегда видели солдата в каске с буквой Н. То есть наш враг, наш потенциальный враг, экзистенциальный, это НАТО. Это англо-саксы. Хотим мы этого или нет. Они всегда ставили перед собой задачу уничтожения российского государства, расчленения его, ограбления. Ну, то, чем они занимались всегда. И если мы эту задачу сегодня не решим, то есть не пресечем их попытки, а президент знает, как это сделать, мы верим ему, я, по крайней мере, верю тому, что делает президент. Хотя, может быть, какие-то моменты мы не понимаем. Ну, ввиду недостатка информации, безусловно, нам непонятно, почему так происходит, а почему не пойти и там шапками их не закидать. И зачастую такие разговоры ведутся. Президент знает, что делать. А мы, наше дело, помогать. И я посильно, как гражданин, я помогаю тем, чем могу. Чем один я могу мало. Неоднократно, начиная с 22-го года, я был в поездках за ленточку, я посещал территории Луганской, Донецкой области, я общался с людьми. Я анализировал, что необходимо, что необходимо в первую очередь. И пришел к выводу, что в первую очередь необходимо максимально обеспечивать наших бойцов защитой, средства индивидуальной защиты. И тогда я начал это делать самостоятельно. Но, опять же, я хочу повториться, может быть, повторяюсь. Один в поле не войн, есть такая русская поговорка. И я начал искать соратников, людей, которые могли бы влиться в общее дело. Таких людей нашел. Мы объединили свои усилия. И на сегодняшний день я могу сказать, что 22-го числа, день рождения фонда благотворительного, которым мы совместно зарегистрировали с коллегами, фонд называется «Мы в ответе за будущее». Мы отвечаем за будущее. Вот так вот правильно. Но вот его задача – поставка в зону СВО средства обеспечения безопасности наших бойцов. Таких, как индивидуальная защита, танковая защита, системы РЭП, системы контроля воздуха, наличие беспилотных аппаратов и так далее. И когда закончится вся эта история, она закончится, безусловно. Это не означает, что закончится работа фонда. Тогда фонд переходит на следующий этап. Видишь, кому помогать? Ребята, вернувшиеся оттуда, у них будет масса-масса проблем. Говорить можно перечислять сейчас очень долго, какие мы знаем проблемы. Мы проходили. Поэтому у фонда работы… Работа будет всегда. Несмотря на то, что я родился не в Сарове, а родился в городе Николаев, в городе Корабелов, в Украине. Недалеко от Одессы. Ну, Украина – это областной центр. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, очень скоро моя родина будет, историческая родина по рождению. Она будет освобождена от нацистов, от бендеровцев. И там наступит все-таки мир. И потенциал этих территорий будет работать и вносить свой вклад в развитие нашей страны. Потому что там очень высокий был потенциал в свое время. Инженерно-технический. И не просто так, а князь Потемкин эти территории осваивал, создавал эти города Николаев. Херсон, Одесса. Это все русские города, это все русские территории. Это так называемая Малороссия. Мой дед по маме, отец моей мамы, он был офицером контрразведки. И в конце 40-х годов, после войны, он продолжал служить. Он был направлен, он родом как раз Николаева тоже, он был направлен в Николаев. И активно боролся с этими бендеровцами. Много времени нам еще придется потратить. 10 лет тогда, почти 10 лет шла эта борьба по зачистке фашистов и их пособников. И я думаю, что нас ждет похожая ситуация, но, к сожалению, много времени надо будет потратить на восстановление не только экономическое, но на восстановление сознания людей, живущих на этой территории, и сознания молодого подрастающего поколения, которому голову перевернули вообще вверх тормашку. Переформатировали. Переформатировали. Много на это времени придется потратить. Я в 67-м году приехал в город Саров, будучи трехлетним ребенком. Моего папу сюда перевели после окончания вуза авиационного московского, мои. И родины своей, я считаю, в принципе, Саров. Я здесь вырос. Здесь ко мне пришло сознание, как к человеку. И все, что я впитывал, я впитывал именно с воздухом Сарова, с той историей Сарова, которую мы тогда не знали, но по крупицам мы ее искали, собирали. Спасибо. Но мне остается сказать, что у нас в гостях был Виталий Виталий Зюкин, общественный помощник у полномочного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok